Привет, друзья! Вы на Ньюсейдере, я Александр Кушнарь. Сегодня 7 января. Так называемые наемники ЧВК Вагнера отходят из-под Бахмута, а на их место заходят кадровые российские войска. Однако и они несут тяжелейшие потери от атак украинских защитников. Такое заявление сделали бойцы ВСУ, держащие оборону на этом направлении. По их словам, Бахмут остается под контролем украинских сил обороны, несмотря на все отчаянные попытки врага прорваться. А низкие температуры до минус 15 помогают украинцам отстаивать территорию, поскольку далеко не у всех захватчиков есть экипировка и навыки, которые позволяли бы им действовать при таких морозах. Но, однако, оборона стоит и пока что наши боевые порядки ссунуть москалям так и не удалось. Интересная новина. Вагнер отошел и на место Вагнера зашли кадровые подраздели военнослужащих сил Российской Федерации. Все же есть какие-то дедлайны и они пытаются какомога быстрее до сильных морозов захопить место. Со своей стороны воин ВСО, известный под ником Киянин, который записывает регулярные видео из Бахмута, сегодня в очередной раз подтвердил следующее. Бахмут, несмотря на тяжелейшие бои, стоит. Линия обороны стабильна. А враг, несмотря на все попытки пройти в город, несет чудовищные потери и не может достичь своей цели. В то время как армия Украины, по его словам, имеет, в общем-то, все необходимое вооружение и успешно отбивает атаки. В свою очередь Госпогранслужба сообщила, что пограничная снайперская группа остановила продвижение пехоты оккупантов на одном из направлений возле Бахмута, ликвидировав их командира, ну а остальные разбежались. А тем временем силы спецоперации Украины рассказали об уничтожении захватчиков на подступе к городу. У нас нету оснований сомневаться в достоверности всех этих данных. Из всего этого можно с уверенностью сделать вывод о том, что войска Евгения Пригожина, в общем-то, потерпели первое ощутимое поражение за все время существования вот этой группировки. На самом деле, в последнее время все указывало на то, что дни пригожинцев на этом конкретном участке под Бахмутом сочтены. Потери в той пехоте, которую вагнеровцы бросали непосредственно на штурмы, зашкаливали. Обеспечения им откровенно не хватало, а оружия у них попросту не было, если не считать автоматов Калашникова, которые в современной войне пригодны так же, как голуби для доставки почты. Мы все видели кадры, на которых верховный куратор вагнеровцев дает первой группе заключенных разрешение вернуться домой в статусе свободных людей, которые таким образом получают освобождение за свою службу в соответствии с той самой изначальной сделкой. Ну что, парни, немножко осталось, да? Отработали контракт, много не бухает, наркотики не употребляет, баб не носил, да? Не бедокурим, милиция к вам должна относиться с уважением. Однако ясно, что это не более, чем маркетинговый ход со стороны Пригожина. Тем более издевательски, что Пригожин предложил руководству МГУ принимать в ВУЗ без экзамена вот всю эту прошедшую войну рыбу, как еще называют обитатели тюрем. Разумеется, такой спектакль рассчитан исключительно на то, чтобы те десятки тысяч рекрутированных на войну арестантов получили мотивацию и дальше умирать за призрачные прожекты Пригожина. Реальность, как мы видим, выглядит несколько иначе. Буквально 99 из 100 тюремных узников уничтожаются украинцами в ходе штурма и только 1% чудом уносят оттуда ноги. Таким образом, невольники, как и ожидалось, проявили полное отсутствие боеспособности. Не только в них, однако, причина провала террористической организации ЧВК Вагнера под Бахмут. В конце концов, не одни же сидельцы входят в армию Пригожина. На самом деле, они стали лишь недавним сравнительно новым дополнением к ней. В действительности, костяк ЧВК Вагнера все-таки составляют именно солдаты удачи. Вот те самые, которые вступили в эту группировку по доброй воле задолго до нынешней российской мобилизации. Это и те, кто воюет на Донбассе аж с 2014 года, и те, кто прошел кровавую баню в Сирии, и те, кто пер вот уже в прошлом году на Северодонецк или Сечанск. Речь идет о закаленных во многих боях военных преступниках, которые в назидание легко забьют кувалду. Не только сирийца дезертира, как это случилось несколько лет назад, собственно, в Сирии, но и своего собственного бывшего соплеменника, который посмел огласить суровую правду от ЧВК и Путине. И что же? Как мы видим, эти наемники тоже проигрывают битву за Бахмут, как и зэки. Несмотря на то, что наемники-то как раз получили из российского арсенала вообще все возможное вооружение, от танков до авиации. А ведь это, как мы понимаем, не какое-нибудь гнилое арестантское мясо с ржавыми калашами. От вот этого ключевого ядра вагнеровцев российское руководство ожидало большего напора, профессионализма и результативности. Что это означает для самого Пригожина, мы прекрасно понимаем. Понятно, что захват Бахмута вагнеровцами означал бы личную победу Пригожина над конкурентами из Минобороны, которым он сумел бы доказать тем самым, что его войска более эффективны, чем так называемые кадровики. Но верно и обратно. Неудача под Бахмутом, который в очередной кремлевской методичке был объявлен чуть ли не сакральным городом, это первый шаг к тому, чтобы в Кремле начали переосмысливать значения вагнеровской группировки. Кремлевской администрации вполне могут задаться вопросом, а может не стоит эту самую ЧВК Вагнера переоценивать, веря на слово Пригожинскому мифу о непобедимости его паствы. Понятно, что ЧВК Вагнера побеждал тогда, когда воевал против легко вооруженного сирийского ополчения. Но теперь, когда пришлось столкнуться с украинской доблестью вооруженной инструментами НАТО, выяснилось, что Вагнеры ничем не лучше личного состава вооруженных сил России, а Пригожин, соответственно, ничем не лучше критикуемого им главы генштаба Валерия Герасимова, а равно не лучше любого командующего войсками, которые на протяжении этой войны у России меняются как перчатки. Сам факт того, что вагнеровцев под Бахмутом стали замещать российские военнослужащие из кадрового состава, означает начало конца Пригожинского проекта, а по сути проекта ФСБ, без которой, конечно же, не Пригожина никаких вагнеровцев вообще никогда не существовало. Ну и, соответственно, не будет существовать, если завтра администрация Кремля примут соответствующее решение. Известная тактика Владимира Путина создавать конкурирующие силовые структуры не сработала на этот раз. Как видим, крыло вагнеровцев оказалось ничем не лучше крыла военного ведомства. Конечно, это не значит, что уже завтра вагнеровцев начнут отзывать с фронта. У Бучанского мясника Владимира Путина не та ситуация, чтобы он разбрасывался своим пушечным мясом, а у Пригожинской нечисти в планах реабилитироваться за бахмутовское фиаско. Именно по этой причине накануне вагнеровцы распространили фейк о том, что они якобы зашли в центр Солидара, другого сектора, где они теперь пытаются прощупать украинскую оборону, чтобы, соответственно, они могли бы продемонстрировать ну хоть какие-то победы. Сержант ВСУ и депутат Киевсовета Александр Погребицкий опроверг это враньем, указав, что город находится под контролем украинской 46-го аэромобильной бригады. А журналист Юрий Бутусов сделал фото в центральном районе Солидара и тем самым подтвердил слова Погребицкого. О том же в эфире национального телемарафона сообщил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Чреватый, подчеркнув, что да, на Солидарском направлении действительно идут тяжелейшие бои, но при этом, сказал он, украинские воины и командования делают все, чтобы нанести россиянам максимальные потери в личном составе техники, а также чтобы выровнять тактическое положение. То, что со стороны Вагнеровцев пошла вот такая дезинформация о якобы новых территориальных продвижениях, это очередное свидетельство того, в каком отчаянном положении они оказались, не сумев со всей своей мощью, ну точнее с мощью России, конечно же, сосредоточенной на Донбассе, конкретно под Бахмутом, взять небольшой город с населением 70 тысяч человек после шести месяцев кровавых и изнурительных боев. С другой стороны, спросите вы, может быть, российские военные в погонах станут большей угрозой для ВСУ иностранного региона под Бахмутом? Министру обороны Сергею Шойгу, скорее всего, понравилась бы такая версия развития событий, ведь не просто же так он пританцовывал в кабаке на новогодний праздник, как вы сейчас видите на своих экранах. В действительности, конечно, этот изящный танец и это проникновенное песнопение, производимое под полублатное ресторанное бренчание, были исполнены главой российского военного ведомства не от предвкушения ожидаемых побед, а очевидно для того, чтобы в Украине и во всем мире прекрасно понимали одну простую вещь. Планирование и управление в российской армии, к счастью, находится на таком же уровне, что и вокально-хореографическое мастерство главного российского воина. К счастью, Шойгу – это далеко не единственный высокопоставленный поющий тамада в российской армии. Другой известный посетитель ресторанов Дмитрий Рогозин продемонстрировал не менее выдающиеся таланты. Во время дегустации свинца в Шишбэше под Донецком он, с одной стороны, показал способность словить мягкими частями своего тела твердые предметы наподобие осколка из калибура, а с другой стороны, показал, что ему не чужды высоты эпистолярного жанра. Чего стоит одно только его трогательное письмо, направленное в адрес французского посла в России. В этом послании он изложил физиологические подробности путешествия куска металла по своим филийным частям, приложил этот осколок вот к этому письму и ни много ни мало обвинил в том, что он был ранен в французскую республику. Так и написал, обращаясь к дипломатической персоне. «Осколок, вырезанный хирургами из моего позвоночника, прошу передать президенту Франции Эммануэлю Макрону. Скажите ему, что никто не сбежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе». Объявил он в своем тексте, напомнив, что ранен он был именно французским оружием, ну то есть гаубицей Цезарь. Правда, я могу предположить, что Макрон побрезгует брать в руки указанный металлический предмет. Мало ли, из какой своей части тела Рогозин ее достал. А вот то, что теперь грозный покровитель Роскосмоса и ракеты Сармат станет предметом плоских шуток еще и в политических кругах Пятой Республики, это гарантировано. По крайней мере, сам Макрон ответил на упомянутое письмо с юмором. Как известно, сразу после его публикации французский лидер объявил о поставках в Украину легких колесных танков. Тем самым дав понять Рогозину, что в следующем письме от него он ожидает получить не один осколок, а целую горсть шрапнель с подробным рассказом о том, из каких на этот раз щелей и с каким теперь скрипом их выковыривали из рогозинской тушки. К чему это я? Да к тому, что пока такие, как Рогозин с Шойгу готовы соревноваться друг с другом в танцевальном искусстве и артистизме, за российский Сармат и за российскую армию можно быть спокойными. Но вздох облегчения у всех у нас должен быть тем более звучней, что физиономия командующего путинской спецоперацией Сергея Суровикина выглядит не просто как два Рогозина, а так, как будто бы он в соответствии с призывом Пригожина заслуживает первым получить студенческий билет МГУ без всяких экзаменов. Потому что очевидно, что с экзаменами он не поступит не только в МГУ, но и в ПТУ. Если только это не ПТУ номер 19 в Макеевке, то да, я как раз рекомендовал бы ему отправиться, потому что экзамен там, как известно, принимает лично Иосиф Кобзо. Вот тут-то казалось бы Сергею Шойгу и проявить бы свои певческие способности, чтобы угодить к экзаменатору. Но не тут-то было. Ему вместе с Рогозином и Суровикиным придется встать в длинную очередь за теми сотнями мобилизованных, которым в ИСУ под бой курантов неделю назад в Макеевке, вот в этом самом ПТУ номер 19, выписали билеты в один конец. Да так, что до сих пор аукается. Мать одного из тех, кто выжил тогда после этого удара Хаймарса в ночь на 1 января, рассказала изданию важной истории, что ее сын, я цитирую, вроде очухивается. Вот как она описала происходящее с ним. «Мой сын получил серьезную контузию, у него все тело в осколочных ранениях, голова, ноги, спина», заявила женщина, а в целом о состоянии выживших заявила следующее. «Моральное состояние у них ужасное». Главное же в ее словах это то, что по рассказам сына, общее количество мобилизантов, собравшихся тогда вот в этом здании, составляло 900 человек. Эта же собеседница рассказала и о количестве раненых. По ее словам, таковы в количестве 45 человек привезли в Самару, а еще 112 травмированных остаются в госпитале Ростова-на-Дону. Если эти цифры верны, то получается, что погибших при ударе по ПТУ номер 19 оказалось даже больше, чем изначально полагали в ИСУ. Не 600 человек, а порядка 750. Ну просто потому, что 900 минус вот эти вот 150 будет ровно вот эти 750. То есть это почти в 10 раз больше официально озвученных Министерством обороны России данных. В свою очередь издание Верстка 6 января писало, что семьи мобилизованных из Самарской области уже пятый день не могут получить информацию о судьбе своих родственников, попавших под обстрел в Макеевке. Они требуют от российских властей все имена погибших и выживших. Однако чиновники молчат. Очевидно, и потому, что убитых сложно будет опознать, и потому, что их число попросту может оказаться слишком велико. Хотя бы давайте уже вспомним тот факт, что некоторых из этих мобилизантов ПТУ номер 19 просто разорвало на кусочки, как рассказывали родственники тех, кто все-таки сумел выжить там. Какой же вывод мы можем из всего этого сделать? А такой. История в Макеевке это ярчайшая иллюстрация того, во что вырождается и российская мобилизация, и российская армия в целом. Посудите сами. Идет четвертый месяц мобилизационной кампании. В ИСУ за это время освободили правый берег Днепра. Российские мобилизанты мырут в массовом порядке, не доезжая до линии фронта. А у российских руководителей не хватает даже смелости назвать точное количество черных пакетов, которые полагаются для мобов. Пока министр обороны России приплясывает под блатничок, а экс-глава космической отрасли считает себя бессмертным. С одной стороны, понятно, что в такой ситуации объявлять вторую волну мобилизации, которую прогнозируют разведки Украины и Европы, это на самом деле неизбежное для Путина решение. Ведь первая волна российских мобов начинает идти в расход задолго до вступления в бой. С другой стороны, совершенно не ясно, а чем Путину помогут еще 300, 500, 800 тысяч мобилизованных в тех условиях, когда его военная машина не смогла переварить на самом деле и нынешние 300 тысяч и теряет военную технику со скоростью до сотни единиц в день. Ну а стороны Запада тем временем, наоборот, одна за другой сейчас объявляют у передачи Украины военной техники наступательного класса. В этом смысле я хотел бы дать бесплатный совет всем российским мобилизантам. Посмотрите на последний пакет военной помощи от США для Украины рекордной стоимостью 3 миллиарда долларов и лучше заранее закажите себе черные мешки. Согласно документу, который был опубликован на сайте Пентагона накануне, в пятницу, Министерство обороны США передает Украине следующие военные инструменты. 50 боевых машин пехоты М-2 Брэдли, а к ним 500 противотанковых ракет ТО и 250 тысяч снарядов калибра 25 миллиметров. Далее, 100 бронетранспортеров М-113. Далее, 55 машин с противоминной защитой класса М-РЭП. Далее, 138 джипов Хамви. Далее, 18 самоходных гаубиц Паладин и 18 машин поддержки к ним. Далее, 36 буксируемых 105 миллиметровых гаубиц и 95 тысяч артиллерийских снарядов к ним. 70 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. 500 высокоточных снарядов из Калибор. 1200 снарядов калибра 155 миллиметров для дистанционной противотанковой минной системы. 10 тысяч боеприпасов для 120 миллиметровых минометов. Дополнительные боеприпасы для Хаймарсов. Ракеты РИМ-7 для зенитных комплексов. 4000 неуправляемых авиационных ракет класса «Воздух-Земля» Зуни. 2000 противотанковых ракет. Снайперские винтовки, пулеметы, патроны к гранатометам и стрелковому оружию. Противопехотные боеприпасы, приборы ночного видения и оптика. А также запасные части и другое полевое оборудование. Более того, по данным источников, в этот пакет включено далеко не все, что американцы на самом деле передают украинцам. То есть многое остается за кадр. Тем не менее, даже то, что обозначено вот в этом документе, показывает, что Белый дом впервые передает ВСУ орудия для яростной атаки, прорыва обороны и уничтожения по-настоящему укрепленных позиций противника. Это то, что дало основание секретарю Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексею Данилову заявить, что нынешняя фаза военной поддержки со стороны цивилизованного мира, это, как он ее назвал, фаза наступательной войны. В которой ВСУ, по его словам, вместе с американскими БМП Брэдли, получат 40 немецких БМП Мардер, французский Бастион и колесные французские танки АМХ-10, а также Патриоты. Причем теперь уже две батареи, одну от США и одну от Германии, то есть вот той самой Германии, которая на днях тоже объявила об очередном пакете военной помощи для Украины, куда вошел целый ряд вооружений напрямую с предприятий немецкого военно-промышленного комплекса, а именно 18 самоходных артиллерийских установок, 20 ракетных систем калибра 70 мм на пикапах с ракетами, 30 систем обнаружения дронов, 8 беспилотников-разведчиков, 7 гусеничных и дистанционно управляемых машин пехоты для выполнения задач, поддержки и большое количество вспомогательной техники. Которую Германии раньше в немалом количестве передавала Украине. Все это соответствует недавнему заявлению главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, который сказал, что этой весной в ИСУ планируют провести серьезное наступление для выхода к границам 1991 года. Что ж, это и неудивительно, учитывая, что на протяжении всего вот этого 2023 года украинцы будут получать пакеты помощи от США и других стран, подобные тому, который был обнародован американцами накануне. Итак, с одной стороны мы видим начало насыщения военной машины Украины атакующими инструментами, а с другой мы видим целые поля с трупами оккупантов, которыми устлана земля под Бахмутом. Как это показано в частности вот на той фотографии, которую я разместил в своем телеграм-канале и куда вы можете перейти прямо сейчас по ссылке в описании к этому видео. Это будет мясорубка против мяса. Да, мясо чрезвычайно многочисленного. Мясо, которое создает сейчас украинцам под Бахмутом и Солидаром немалые проблемы из-за той же артиллерии, которая у врага пока еще есть, как есть у него и снаряды. Мясо безропотного, раболепного и обесчеловеченного. Мясо, у которого за спиной заградотряды и все еще немалые запасы советского наследия в виде старых танков и гаубиц, некоторого количества ракет и довольно развитой ПВО. И все же это армия, которая с каждым днем угасает, теряет моральный дух и изнашивается, не имея шансов восстановить силы из-за санкций, экономического кризиса и фактического отсутствия, собственно, союзников. Вот этой армии противостоит армия крепнущая, воодушевленная, с прекрасным снабжением и непрекращающимися потоками вооружений со стороны союзников, коими выступают страны, на долю которых приходится до половины мировой экономики. В то время как Россия теряет последние асимметричные инструменты для воздействия на Украину, такие как ракеты дальнего радиуса действия, ВСУ укрепляют свою противовоздушную систему до такой степени, что она ликвидирует уже до 80% этих самых российских ракет в воздухе. Ну а в первые два дня этого года, например, система ПВО Украины сбила все 100% иранских дронов-камикадзе, коих страна-террорист запустила по Украине тогда в количестве аж 84 штук. Ближайшие месяцы станут решающими в этой схватке, схватке защитников цивилизации против нечисти, которая и сама должна быть уничтожена, и безусловно должна быть полностью демонтирована, породившая их страна, по крайней мере в ее нынешнем виде. Спасибо, друзья. Подписывайтесь на Ньюс Эдер, если еще не сделали этого. Поддерживайте украинскую армию при желании наш канал через те ресурсы, ссылки на которые я даю в описании к этому видео. PayPal, Patreon, банковский счет, ну и прочие, которые вы там найдете. До скорых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...